И потом это бортовое золото, это Ормус, орбитально перестроенную на атомные элементы. И потом этот Ормус уже перевозили в Нортлое море и в Нортло море склонировали. Откуда мы его сейчас и получаем уже? В России уже очень большое количество народов. После того, как я открыл, что можно его щелоком, хорошо. Очень многие люди это уже повторили, уже использовали в сельском хозяйстве, начали на огородах применять, начали микробов золотом кормить. То есть это уже система закрутилась. И вот мы уже пользуемся вот этим учебником по сельскому хозяйству, совершенно эволюционным учебником по сельскому хозяйству, который как раз рассматривает растение как хрональный магнит. То есть это хрональный магнит, которому нужно, соответственно, вещества-носители и соответствующая проводимость почвы для того, чтобы очень эффективно и хорошо привлекать элементы с воздуха. То есть растение наращивается за счет того, что с воздуха поступают, поступают, поступают элементы. И в ней земли мало что нужно. Вот на этом я, кстати, хотел остановиться немножко, потому что сейчас начинается сезон. Лекцию по сельскому хозяйству я так и не успел прочитать из-за ситуации в стране. Сейчас мы хотя бы кратенько на этом остановимся. Остановимся на том, как устроено растение. И что растение нужно для того, чтобы стать сильным хрональным магнитом. То есть у нас все растения сделаны из минералов. И посмотрим просто, из каких этих минералов все било. Било это потому, что минералы, как бы вот здесь частичка, например, там цинка какого-нибудь. И он обмотан углеродом с пенеслясками таким, что этот элемент становится большой. И вот этот, поэтому вот этот цинк мы называем биоцинком. Он в таком, компактном. То есть без цинка этот элемент у нас большой не образуется. Но когда мы что-то сжигаем, то у нас весь углерод выгорает, остается вот этот пепел, который как раз будет цинком. И эти ребята нас только все запутали в простых вещах. Что люди гадают, а какой элемент, куда он нужен, зачем он нужен. Они там такие огромные описания. Хотя на самом деле все просто. Вот есть Солнце. Солнце излучает, соответственно, фотонный поток, излучает хрональный поток. И когда солнышко бьет по листочку к фотонам, который обладает чисто квантом энергии, квант энергии, и он облетает, то он удаляется на самом деле просто в железную пластинку. То есть железо нужно в растении для чего? Для того, чтобы просто принимать фотонный поток, который идет от Солнца. И как только фотон удаляется в железную пластинку, эта железная пластинка просто сильно нагревается. Это можно представить себе просто как вот эту бочку железную, которую мы покрасили черной краской. Пока мы покрасили черной краской, она будет холодной. Но как только вы бочку поставили черной краской, поставили на Солнце, она вся горячущая стоит. Она в аминталле, она разогревает воду. Вот по такому точно принципу работает железо в листе. То есть как только фотон удаляется о железную пластинку в листе, она выделяет большое количество энергии, которое нам нужно для того, чтобы создать фотосинтез. И вот именно благодаря железу идет фотосинтез. Фотосинтез благодаря тому, что железо выделяет достаточное количество энергии. То есть если железа у нас в растении мало, то фотосинтез будет идти медленно. Просто потому, что фотоном не обо что удаляться и нечего нагревать. Поэтому железо нам в растении нужно. Следующий элемент, который у нас будет в растении, это цинк. Из цинка сделаны... Здравия, здрасте. Из цинка сделаны все трубки. Проходите. То есть все каналы проводимости, которые есть в растении, вот все эти вот жилочки, они сделаны просто из цинка. Это цинковые трубки, которые идут у нас по растению. Но это биоцинк. Это цинк в углеродистом связке. И поэтому нам в растении нужен цинк, потому что без цинка у нас просто канадчики не протекут туда. Будет нечего трубки делать. Дальше. Следующие элементы, которые нам нужны. И вот когда мы создали фотосинтез, когда у нас образовались простейшие сахара, дальше они куда текут? Они текут по цинковым проводам, они текут через центр, через сердцевину этого растения. А сердцевина, соответственно, сделана из материала, который называется бор. Как у нас бор тогда звучит? По-русски напишем бор. То есть сердцевина растения, она сделана из бора, из био-бора. И пор в этой сердцевине, то есть все эти трубочки, подключены к сердцевине, и по сердцевине они перетекают в корневую шейку. А корневая шейка – это просто печень растения. В печени происходит преобразование простейших сахаров в белки, живые и углеводы. То есть все, что у нас растение в результате фотосинтеза выработало, оно перемещается в печень, и печень уже преобразует это все и создает питательные вещества здесь, которые потом уже дальше будут по стволу распределяться вверх и распределяться вниз. Потому что еще одна из задач печени – это накормить тех микро-животных, которые у нас составляют микрофлору почвы. Растение дает им сахара, они взамен дают растению все макро- и микроэлементы, которые нужны растению. И он кормит в основном грибницу. Там много видов грибниц с разными названиями, но суть в том, что на грибнице очень нужно углеводы, просто им сладенько нужно. А взамен они дают все остальное, то есть там полный обмен получается. И ствол растения, он сделан из калия, из пиру калия. То есть калий нам нужно обязательно будет, для того, чтобы формировать ствол растения. А ствол всегда сделан из калия. Цирцилина сделана из бора, ствол сделан из калия. Вся кора растения, вот этот внешний защитный слой, он сделан из меди. Это просто пив меди. И вот эти ученые, они так закутывают все простые вещи, то есть нам обязательно нужны вот эти базовые элементы, обязательно нужно железо, для того, чтобы собрать, чтобы преобразовать фотон в тепло, чтобы фотосинтез прошел. Нам обязательно нужен цинк, для того, чтобы сделать трубки. Обязательно нужен вор, для того, чтобы сформировать здоровую сердцевину, чтобы она передавалась в печень. Обязательно нужен калий, чтобы сформировать само тело дерева, древесное, потому что зола — это в основном калия. И медик обязательно нужно для того, чтобы сформировать вот эту вот оболочку коры. для дерева. И потом нам нужны вещества очень хитрые, которые будут обеспечивать деятельность нашего растения. Это в первую очередь кальций и фосфор. Что делает фосфор? Фосфор это вещество переносчик. Фосфор это элемент, который подхватывает с земли воду вместе с микроэлементами. То есть когда фосфор захватывает воду, он захватывает ее обязательно с различными микроэлементами. И фосфор тянет это все наверх. Напомните, как называется этот слой под корой? Калий. Слой под корой? Вот этот слой под корой, который тянет с фосфором первичные элементы. Камбий, по-моему, называется это слой. Я думаю, что не ошибаюсь, как камбий называется, а вот этот слой. Там идет карамбий, потом идет камбий, а потом идет вот сама калевая основа сердцевина. Вот по камбий, как раз у нас тянутся фосфор, обитательные вещества сюда вверх. Они тянутся до листьев, чтобы провести фотосинтез. И после фотосинтеза уже переместить это все в печень. И фосфор это элемент, который вот просто бегает туда-сюда. То есть днем он затаскивает все в растение, а ночью он перетекает обратно в землю, чтобы опять подхватывать различные вещества. То есть фосфор обязательно нужен как вещество транспортера. Если нет фосфора, нет вот этого нормального транспорта, который будет в вагончике все загружать и все спокойно туда перевозить. И важнейший из элементов это кальций. Кальций это очень хитрый элемент, потому что Реймс разделил элементы на анионные и катионные элементы. Анионные элементы это элементы, которые стремятся вверх к поясу баналина. То есть за счет анионных элементов дерево растет вверх. Когда преобладают анионные элементы, дерево растет вверх. Когда преобладают катионные элементы, дерево дает плоды, которые тянутся вниз. это будет обеспечивать и для того чтобы выделять хрональное вещество для питания растения нужны карции как главный элемент чтобы объяснить это по простому в каждом лимите вот вокруг я там просто подробно объяснял что у нас будет крутятся электроны на орбитах но вокруг электронов как оболочка еще крутятся множество очень мелких частиц которые называются хромоны и мы там разделяли что количество хромонов от 1 до 499 которые крутятся вокруг электронов оно дает у нас анионную реакцию но когда хромонов вокруг элемента становится от 500 до 999 элементов то эти элементы становятся тяжелыми они дают катионную реакцию в чем это важно потому что пока у нас почва насыщена анионными элементами у нас растение будет расти оно будет расти вверх оно будет развивать листву но нам-то нужно чтобы оно не росло до бесконечности нам нужно чтобы оно выросло до определенной высоты и после этого мы ему говорим нет спасибо нам дальше расти не надо в стрелку не надо уходить теперь пожалуйста мы переключаем почву на катионный уровень и дерево перестает расти оно останавливается на этом уровне и всю энергию начинает отдавать плоды и это делается очень простыми там химическими добавками просто нужно знать какие элементы относятся к катионным элементам а какие элементы к канионным элементам относятся и к канионным элементам у нас относятся кальций, 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 кальций и хлор и Римис говорит что хлор это плохой игрок что хлор он подавляет микроорганизмы и делает все горьким поэтому хлор мы из игры с растениями не исключаем кальций!! кальций говорит все время в почве достаточное количество и кальций это элемент который нам обязательно нужен для протекания химических реакций в почве то есть все остальные элементы относятся к катионным элементам все остальные и для того чтобы растение запитать хрононами потому что по акукуптурным меридианам у нас текут не электроны, по акукуптурным меридианам текут хрононы И вот как раз когда мы изучаем биогеометрию и изучаем наполнение тел различными энергиями, то на самом деле заполнение тела идет хрононами. И эти хрононы бывают 12 степеней поляризации. То есть бывают 12 различных поляризаций хрононов. И отсюда у нас как раз возникает вся биогеометрия, как часть просто вот этой вот системы. И соответственно для того, чтобы чистые хрононы выделить, чтобы они у нас у дерева, у растений, у любого, точно такие же акупунктурные меридианы, как у человека. И вот эти, чтобы акупунктурные меридианы заполнить, мы сталкиваем анионные элементы с катионными элементами. И в результате вот этого столкновения анионов и катионов у нас выделяется большое количество хрононов. Как Римс говорит, происходит синхронизация частоты. И в результате того, что мы засинхронизировали, то есть эти элементы у нас, они медленные. Анионные элементы, они все очень медленные. А катионные элементы, это кислые элементы, это как бы у нас щелочные элементы, обладающие щелочной реакцией. А катионные элементы, это элементы, обладающие кислой реакцией. И когда мы сталкиваем щелочью с кислотой, то в результате вот этой грандсеройки, образования какого-то одного вещества, выделяется большое количество хрононов. И все эти хрононы, они подхватываются энергетикой дерева, или энергетикой растений, которые вы выращиваете, и возникает хрональный магнит. То есть это растение, которое обладает сильным биополем и начинает тянуть с пространства все элементы, которые ему необходимы. И поэтому Реймс говорит, что если вы хотите что-то вырасти, Бог даст вам 80%. Но 20% должны быть, потому что Бог не поставляет только 3 элемента. Бог не поставляет карций, Бог не поставляет фосфор и Бог не поставляет калий. Если вы дадите 20%, то Бог даст вам все остальное. То есть карций и фосфор вносятся обязательно в почву, потому что это элементы, которые очень нужны. Потому что если у вас не будет карция, у вас не будут протекать реакции выделения хронумы. Если у вас не будет фосфора, то у вас не будет просто вагонеток, которые таскаются туда-сюда. И если не будет калия, то вот эта основная часть ствола, ее будем сформировать. То есть это те кирпичи, на которых строится все остальное здание. Три этих элемента нужны обязательно, эти три элемента нужно вносить. И американцы как раз много работали над этим, они выяснили, что лучший фосфор, который можно ввести, это калорийный фосфат мягких пород. Вот как раз это то, что в учебнике будет подробно обсуждаться. Кальции, соответственно, это различные известковые породы. Но там они предупреждают о том, чтобы не вносить доломит. Потому что доломит, он вступает в реакцию с азотом. Вот, и кстати, мы еще азот не посмотрели, потому что азот это еще один важнейший элемент, который обязательно должен быть в почве. Азот это почвенный электролит. Почвенный электролит. Без электролита у нас не будет проводимости нужной почвы. Поэтому там есть таблицы электропроводности почвы, которые нужно выдерживать. И вот с помощью фосфорных небольших добавок вы держите нужную электропроводность почвы именно на той стороне, на которой вам нужно. То есть, если вам нужна проводимость, если вы сейчас дерево выращиваете, дерево растет вверх, то вам нужна аминонная проводимость почвы. Потому что аминоны, они все тянут вверх, поиск ванами, а катионы, они все тянут вниз, к катионной земле. И добавляя, соответственно, в раствор больше вот этих вот элементов, вы получаете аминонную проводимость почвы. Я не буду там глубоко углубляться, потому что в учебниках это все очень подробно расписано. Как делать аминонные растворы, как делать катионные растворы, это не сложно. Это элементарно, там у них вся вот эта вот химия, она посчитана. Как бы взять учебник? В Белых Альбах. В Белых Альбах у них есть в продаже. Белые Альбы – это что? Это издательство, издательство Белые Альбы. Просто набирайте прямо в поиск издательства Белые Альбы. В поиске набирайте риммс. И там сразу же выйдет в поиске вот эта вот книга. И вот эта вот книга, я сейчас просто делаю вот это краткое, быстрое описание вот этой книги, потому что не было возможности рассказать этот материал ни разу из-за всех вот этих вот. Так, значит, и вот это все элементы, которые вам нужны. Все остальные элементы, о них заботиться не нужно, потому что если вы эту базу дали, то это все будет привлечено с воздуха. Римс Гришна, не заморачивайтесь этими мелкими микроэлементами, это все притянется возле воздуха само. Просто обеспечьте кокси. А значит, что делается в почве? Чтобы дерево нормального расслона, нужно обеспечить несколько базовых условий. Эти базовые условия, это наличие двух подушек почвы и термоглубного дерева. Первое, это подушка водного обмена. То есть, допустим, у вас почва песчаная, и вы ее парили, да? И вся вода, которую вы парили, она вся уходит в песок. И она вся уходит в водоносный горизонт, она вся помывается. То есть, нужно обязательно создать вот это что-то, похожее на губку, которая впитает эту всю воду, и она не выпустит эту губку сюда. То есть, самое лучшее, что оказалось, это просто торф. Второе, это губусный слой. То есть, это то, что содержит много углерода. Там, где много углерода, там, соответственно, углерод захватывает воды в 4 раза больше, чем он сам по лесу. И, соответственно, хорошо удерживает почву. То есть, в почве нужно посмотреть, насколько вот этот удерживающий воду слой хороший. То есть, если нужно, нужно вносить туда торф. Доктор Бидор, он даже, не просто углерод, он даже предложил эти всякие углеродосодержащие материалы туда распылять, просто, чтобы создать эту подушку. Но торф – это самый лучший материал, который очень хорошо удерживает воду. И второе, вторая подушка очень хитрая оказалась, и вот эта подушка практически никто не знает, и я не знаю, почему-то возникло очень странное состояние. Это катионно-обменная подушка. Катионно-обменная подушка. И оказалось, что катионно-обменная подушка, то есть, у вас в земле должны быть такие слои, когда катионы различных минералов появляются, ну, например, коджицинк, этот цинк должен быть захвачен вот этими слоями, которые на земле, и когда растению требуется этот цинк, этот цинк просто из этого слоя попадается туда к корням, а растение какой-нибудь другой элемент ставит на это место, и получается такое, как… Продолжение следует... 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 и потом закладываем парамагнит на гель и потом уже, так как у нас пищевая оболочка заложена, то есть у нас много кальция, потому что все микроорганизмы, они все жрут кальций, это у них основная еда. И соответственно потом мы применяем систему джедан, потому что корейцы создали лучшую систему создания микробов, и применим джедан микробиал солюши, то есть мы разводим вот этих микробов, которые из-под листового опада, жирная земля комочками, мы кладем это все в бочку, в мешочек, мы добавляем туда на 500 литров, мы добавляем туда соответственно килограмм вареной картошки, как пуре, добавляем туда, соответственно, если полкило соли нужно добавить, они добавляют морскую соль для микроэлементов, но мы посмотрели, что у нас есть монатомное золото, уже золото достаточно много, и мы вместо этого полкило соли добавляем, соответственно, 6 литров вареноса. Если у нас 200 литровая бочка, 200 литровая бочка, то мы, соответственно, добавляем 3 литра вареноса. Все, три дня эта система у нас в бочке как бы съедается микробами, ни в коем случае никаких бурбуляторов, то есть эта система анаэробная, и в джадаме там в их учебниках очень подробно объяснено, почему она анаэробная, там очень хорошая база у них под этим подведена, и все, и потом то, что получилось, вот этот микробный раствор, мы разводим одна часть вот этого раствора на 10 частей воды, и проливаем наш участок, то есть мы добавляем туда все лето, они рекомендуются вообще раз в неделю поливать это все, вот эту бочку разводить, и поливать, 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 и вот 500 литровой бочки у них хватает от 0,3-0,5 гектара до 3 гектара, это достаточно экономично, но разводить один-десяти саду, потому что они говорят, что микробы там очень сильные, то есть если не разводить, они будут там сжирать все подряд в земле. Вот, это то, что я хотел рассказать вот по растениям, да, чтобы быстро к сезону нам уложиться. Да сейчас весной уже не... Нет, реально, реально, вы берете пасхалитную муку, вы берете кальций, известь какую-нибудь, или там для куриц продают вот эти вот килограммовые пакеты с этим, с ракушками перетертыми, очень хороший источник кальций, он не агрессивный, и все смешиваете это, быстро закладываете на землю, вот, посмотрите, что там с подушками, чтобы это все в песок не убегало просто так, и все будет. Не поливать вот этим? Да, поливать джедановским раствором. Весь сезон? Да, да. И получается очень простая система. То есть доктор Гутов говорит, что если в теории это кажется сложным, то на практике это очень просто. Вы просто меряете проводимость почвы, смотрите, какая проводимость, соответственно, там какой-то суперфосфатик разводите, там с небольшой химией, и проливаете тихонечко вот этот творительный слой почвы, чтобы проводимость создать. И постоянно проводимость держите на нужном уровне, чтобы хромальный магнит хорошо работал. И тогда эффект, он превысит все ожидания. Как доктор Бедо говорит, что результат будет фантастическим, но для этого вы должны хорошо постараться. А приличный слой дёрна срезать нужно? Ну, правый, там, на купе, да? Да, да, да. Это то, что вы когда будете подтягивать дальше. Дальше вы подтягиваете систему эволюмыхом. То есть дальше вы с помощью реактора Диего и реактора Диего выращиваете высококачественный компост. А реактор, реактор... Вы что-нибудь про вот эти, в начале вы стали говорить, о земледелии? Да, да. За неделю вы отправились со всеми юристами. Не-не-не, это всё связано. Потому что... Я вообще первый раз, мне хочется про эти курсы прослушать. Так интересно было, а потом ты решил, мне вот это вообще не было. Это вам неинтересно? У нас вся страна не знает, что делать с ней. Ну, это не заявлено было. У нас тоже не заявлено, но... Я всё понимаю. ...чрезвычайно важно. У нас много интересных. Мне интересно сам вот это. Потому что мы начали рассказывать. Да, мы начали рассказывать, значит, с вами... То есть делаем реакторы Джонсона Су, реакторы Диего, выращиваем высококачественный компост, закладываем туда грибницу, просто собираем кромочки вот этой земли с грибницей. И этот компост грибниц прорастает медленно. И вот когда эта вся грибница прорастёт у нас, то мы этот компост уже раскладываем по земле, и грибница начинает прорастать очень глубоко в землю, и тогда уже получается система наумтил. Наумтил – это как раз без вот этой автообработки, без перепашки и так далее. То есть грибница прорастает очень глубоко в землю, и грибница начинает тянуть питательные вещества за километры от растений, за очень большое расстояние. И всё, эта система как раз на инфе.